Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. С вами, как всегда, я, Славян, канал Семья на чемоданах. Я вас приглашаю в новый день, в новый влог. Он будет сегодня максимально насыщенный и очень интересный. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Вчера вечером мне было грустно, потому что я заказал приколюхи, различные крепления на камеру GoPro, на свою новенькую. И мне пришло уведомление с этого маркетплейса, ну, наподобие как Ozone Wildberries у нас в России, что, мол, типа, доставлено, что, типа, я получил, а по факту я ничего не получил. И начался такой вечерний трэш, потому что начал писать в техподдержку, а там все по-турецки, через переводчик общался. Ну и, короче, они мне сказали, ждите еще сегодня, либо посмотрите на охране. Я списался с хозяином квартиры, он мне сказал, что, возможно, передали вот сюда в главный блок. Сейчас стопаю сюда, посмотрим. Отправили меня все-таки к охране. Охрана у нас находится тут, где у нас все комплексы бассейны, спа, сауна. Сейчас заодно вам покажу. Вообще, конечно, заказывать на маркетплейсе другой страны это еще то удовольствие, потому что не понимаешь язык, не понимаешь, как работает, но есть лайфхак. Если вы заходите с компьютера, ну, по крайней мере, с макбука, да, там есть такая кнопочка «Перевести на русский», и он переводит все на русский язык. Он, конечно, делает это безумно криво, но, тем не менее, максимально понятно. Вот видите, вот такая у нас красота. Открытый бассейн, в котором до сих пор купаются люди. Многие сюда прыгают, когда попарятся в сауне. Вот здесь вот комплекс, тренажерный зал, сауна. Ну, я показывал как-то уже в выпусках, мы с детьми ходили. А вот он после охраны. Вот сюда сейчас и еду. В общем, мне сказали на охране, что жди. Скорее всего, сегодня им придет. Смысл следующий. Я подошел к охраннику. Там стоит большущий ящик, в который и доставляют все посылки. Потом ты, как бы, приходишь и ищешь свою посылку. Единственный минус заключается в том, что я ни хрена не понимаю турецкий, а я ни хрена не понимаю русский. И объяснить им, что мне нужно, вообще, это было очень сложно. Подошел второй охранник уже. И он начал уже через переводчик со мной общаться. И вроде мы друг друга поняли. Вчера в техподдержке мне сказали, подождите один день. Скорее всего, это смс-ка значит, что вам сегодня в 19.40 привезут. И охранник то же самое сказал. Подожди сегодняшнего вечера. Сегодня тебе доставят. Ну, посмотрим, значит, вечером. Вчера вечером еще одна была приколюха. У меня на сим-карте местной закончился интернет. Там давалось 20 гигов на месяц. В итоге как-то так случилось, что все 20 гигов улетели. Соответственно, сейчас, где я покупал сим-карту, мы туда идем. Все вместе собрались. Сходим заодно к морю. Вот, может быть, дальше где-то и покушаем. Еще у нас есть на сегодня одно дело. Это купить билеты. Чуть позже все расскажу, куда полетим, зачем полетим и так далее. Так что не переключайтесь, будет интересно. Еще мы уже дошли. Центр Макбаблара. Здесь Т-часы. Слева уже морюшко-пляж. Тут у нас горы. Здесь же проходит и рынок субботний, да, кто будет в этих краях. Знаете, и здесь я покупал себе сим-карту. Где же эта палаточка? Так, а, вон табличка, видите, висит. Vodafone. Вот там и покупал. Сейчас пойду ему расскажу причину. Потому что в приложении Vodafone я ничего сделать не могу. Там все по-турецки, ничего не понятно. Вот, проще дойти и решить этот вопрос. Причем самое, что интересное, если у нас заканчивается скоростной трафик, у нас, как бы, он работает все равно, интернет, но медленно. Но, по крайней мере, уведомления приходят. Здесь, как бы, отключается интернет сразу полностью. Вот она палатка, не запоминайте. Все, я выхожу. 5 минут заняла процедура. Стоит 50 лир, 8 гигов. Самое, что интересно, если сделать икомет, то есть в НЖ, то тариф будет гораздо дешевле в 4 раза. То есть 30 гигов будет стоить 60 лир. Мы покупаем 20 за 200. Вот, пришла, кстати, смс к интернету, значит, мне снова работает. Я взял 8 гигов на несколько дней. Почему именно так мало, чуть позже расскажу. Я же уже сказал вам про билеты, что нужно купить. Вот чуть позже расскажу. Мы перешли через дорогу. Здесь наш Тавук, куда мы неоднократно ходили. Нам порекомендовали, что здесь вот очень вкусная шаурма. Правда, знаете, что слово шаурма они не понимают. Она как-то по-другому там называется. Ну, сейчас сегодня-нибудь попробуем купить. Бронирую сейчас билеты стоимостью 26 тысяч рублей. Причем вчера они были за 23. А летим мы, смотрите, в Москву. Вот все положили. Пойдем на пляж, там же можно чай купить. Почему сейчас, да? Обещанное море вам, друзья. Волна сегодня. Пляжи по-прежнему пусты. Я хочу вам показать, как мы разместились. Вот с таким прекрасным видом. Здесь есть беседочки. Я их уже тоже показывал. Чай купили. Вот в этой вот палатке. За 8 лир. Сейчас покушаем. И продолжим общение. Почему Москва? Вы спросите. И почему так рано? И вообще, почему все так? Объясняю по пунктам. 11 января у нас заканчивается туристическая виза в Турции. И нужно в любом случае, как бы, либо выехать, либо снова заехать. Заехать не получится, потому что меня не пустят. У меня заканчивается паспорт. В апреле. Вот. И, соответственно, либо только нарушать, либо делать ВНЖ. Оставаться здесь без ВНЖ, с ВНЖ, без машины, мы не готовы. Вы наверняка знаете, что мы любим автопутешествия. И, как бы, вообще не вариант. Следующий момент. Если остаться здесь до 11 числа, то с 1 января по 27 января нету вообще прямых рейсов раз. Если даже с пересадкой лететь, то это какие-то цены туда вверх пошли. Да, и цены большие, и с детьми неудобно в пересадке вообще. Короче, нам это тоже не подходит. Единственные адекватные рейсы, это, вот если мы рассматриваем Краснодар, это на 20, на 30 декабря, вот. Но, я уже сказал, мы любим автопутешествия, нам нужна машина. Поэтому я очень давно ищу машину. И сейчас как раз стрелял такой вариант в Москве. Вот, у меня даже уже отец туда съездил, посмотрел, все узнал. И, конечно, хотелось бы ее съездить забрать. Поэтому мы приобретаем билеты в Москву. Можно улететь чартером вообще за 13 тысяч, но чартер нам не подходит, потому что трое детей, не дай бог, что-то перенесется, изменится аэропорта и так далее, и тому подобное. Эта история не про нас, поэтому мы переплатим. Вчера билет стоил 23, сегодня уже 26. Вот. И я же пишу. В общем, на Турцию мы оставляем другие планы, о них будем делиться уже позже, да, дай бог все получится. Но сейчас мы все-таки приняли решение уехать, взять тачку, допилить наш весь берег, вот. Ну и показать крутые места на нашем берегу, вот. Ну а с Турцией, как говорится, мы разберемся потом, когда будет машина, все-таки сидеть вот так на одном месте, вот, допустим, здесь даже там до апреля, все-таки если рискнуть, либо заморочиться с этим ВНЖ. Но ВНЖ нам нет... Не совсем, не совсем хочется, без машины. Потому что нам хочется по-то дольше пожить с ВНЖ, а время-то будет идти, мы сделаем ВНЖ с нами, с нами, к нам перено уезжать, надо в другом случае. В общем, Турцию мы оставляем на потом, вот. А сейчас будем приобретать билеты. Приступил к покупке билетов и вспомнил, что с собой-то паспортов нет. Блин, вот это жесть. Говорю вам при паспорте, вспоминаю, что паспорт у меня в портфеле, а портфеле где-то потерял. Охренеть, бегу срочно в то место, где мы ужинали. Возможно, он там, сюда вернулся, на площадку, думал здесь, нет. Но, по крайней мере, тут Настя на шапках валялась. Вообще жесть, конечно. Фу, это невозможно, прикиньте. Портфель стоит, его никто не трогал. Охренеть. Паспорт. Это просто жесть. Это что-то невероятное. Я, по-моему, второй раз в жизни теряю документы. Это снова в путешествии. Да, первый раз я потерял вообще в Турции. Как можно было уйти и не проверить, что портфеля нет на плечах? Слава богу, все обошлось. И шапка твоя вон там на детской площадке лежала. А, так я же тебе еще говорю. Ну, понятно. Охренеть. Вообще жесть. Я сразу паспорт проверил, паспорт поместил. Да нет, мне кажется, дети бы не взяли, просто не взяли там. А там подраховка? Нет, дрона нет там. А что, там документы? Там шапки только и документы. Да ужин, сейчас же. Ну, конечно, я надумала, там угрозный. А, то, что и паспорт потеряется, что страшного, да? Да, я думаю, будем, когда бы мы точно остались. Это значит, бы слева было. Это был бы знак. Да. Фух, жесть. Так, ну что, все забронирован. Сейчас в течение 20 минут нужно оплатить. У нас к оплате будет 26 121 рубль. Нажимаю оплатить. Бэм. Так, меня что-то перекинет. Мы не часто летаем на самолете, мы в основном автопутешественники. Но когда мы покупаем билет на самолет, то делаем это только в приложении Aviasales. Здесь вы можете выгодно приобрести билеты по самым лучшим ценам. Заходите в приложение, выбираете даты, вводите количество человек, сколько летит, выбираете от А до Б и смотрите. Ссылочку на Aviasales я оставляю в описании. По нашей ссылочке вы приобретете билеты еще выгоднее. Ну а оплачиваем мы свои покупки при помощи карты Тинькофф Блэк. Это замечательная карта, которая дает нереальнейшие возможности. Например, за покупку этих билетов мне вернулось кэшбэком 500 рублей. Но разве не здорово? А еще у нее очень много приколю, которыми вы можете воспользоваться в своем приложении. Устанавливаете приложение Тинькофф, ссылочка в описании, берете эту карту и пользуетесь. Вы 100% кайфанете от ее использования. Оплачиваем. Нажимаю оплатить и оплачиваю вот Тинькоффской картой. Шлепс. Заказ подтвержден. Все в комментариях, можете писать. Поздравляйте нас с покупкой билетов обратно в Россию. Сейчас я еще заказываю трансфер. Вот он мне как раз ответил, что обойдется нам он снова. Не видно будет. Ладно. В 50 евро сюда мы ехали на Мерседесе Вита. Опять он будет ставить на Мерседес Вита, пишет. Также 50 евро. По-моему, там можно оплатить картой. Так. И нужно ему сейчас отправить только куда мы поедем и откуда. Откуда, естественно, я знаю. А вот куда, пока неизвестно. Ну, чуть позже вместе с вами все узнаем. Мы сейчас все дружно двигаемся на рынок. Сегодня у нас субботний рынок в центре Махмутлара. Наша задача сегодня основная. Купить нам чемодан, потому что... Чемодан, который мы уже несколько выпусков пытаемся купить, да? Мы, кстати, да. Вот. Вообще идеально его было покупать, когда лира была 4.1. Сейчас лира уже почти 7 рублей. То есть мы, грубо говоря, в 2 раза теперь будем делать переплату. Но, как говорится, мы такие люди, да? Наверное, все. Сразу не делаешь, потом локоть кусаешь. И начинать потихоньку собирать вещи. Зачем нам третий чемодан? Ну, во-первых, второй чемодан нам поломали. Кто не смотрел выпуски, смотрите. Там, когда мы только прилетели. И самое, что интересно, это то, что мы несколько раз шопились и прикупили достаточное количество вещей. Поэтому в 2 чемодана мы точно не поместимся, и нам нужен чемодан. В общем, мы выбрали чемодан, договорились на скидку в 50 лир. Вот. Большой, как, в принципе, у нас. Единственное, что цвет, который мы хотели взять, такой нежно-голубой, не полу... Ну, его нету, короче, уже. И лиры сейчас дороже. То есть чемодан мы могли вообще взять, в 2 раза дешевле. А сейчас возьмем его за 300 и цвет другой. Но, ладно, уже выбора нету, но все равно он хороший. Можно нас поздравить. У нас теперь новый розовый чемодан. Это будет Настенькин. Большой, в принципе, мягенький. Единственное, что мне показалось, что колеса прям пластик-пластик. И они, конечно, очень сильно шумят. Это не very good. Но, в принципе, колеса можно всегда поменять. Поставить какие-то другие, купить. Резиновый будет вообще very good. Я пошел к охраннику получить этот заказ. Найбог пришел. И напишет, что воду привезли. Сейчас будет в лифт заходить. Сюда-сюда. Вот, видите, нам принесли 20 литров свеженькой воды. Берем, кстати, самую лучшую. Стоит 21 лира. Опа! Ну, я рад до безумия. На самом деле, вроде такая какая-то мелочь меня порадовала. Порадовало то, что я теперь понял, как работает маркетплейс. В Турции понял, что заказывать можно. Просто там дело, что первый раз остаются сплошные вопросы. Ну, плюс это другие страны, как говорится, язык непонятен. В случае чего, вообще непонятно, как решать вопросы. Слава богу, все хорошо. Мне пришла посылочка. Идем распаковывать вместе с вами ништячки на GoPro. Так, ну, теперь давайте по порядку посмотрим. Это у нас автомобильное крепление. Несколько вот таких переходников. Теперь можно на штатив накручивать GoPro. Класс. Селфи-палка, которая очень длинно раскладывается. И, в принципе, наверное, удобно будет держать разный угол. Это крепление на голову. Теперь можно будет вот так вот цеплять GoPro на голову. Под разным абсолютно углом. И снимать прям вот так вот, знаете, от первого лица. Это поплавок. С ним, между прочим, просто удобно даже держать камеру. Ну, и, конечно, если нырять в воду, то если вдруг бабах, куда-нибудь она отлетит, то нормально. Здесь дополнительная отвертка и прикольный стильный шнурок. И то, что я тоже очень сильно хотел, это крепление на грудь. Показываю на темке. Вот так вот она крепится к груди еще дополнительно, да, вот этими лямками. И снимается с груди. Ну, вообще, клево, конечно. Вот то, что очень нужно было. В общем, друзья, нас ждут замечательные кадры. У нас еще куча вещей сушится. Это первая сушилка в комнате. Вторая. Наши два чемодана. Еще третий чемодан. Вот видите, нам вот так оторвали ручку. Это такси сделал. И вот так вот сломали в самом самолете, ну, видимо, когда вытаскивали багаж. Я потихоньку начинаю собирать вещи. Собирать пока буду свои. И что хочу сказать. Мы сюда ехали, у нас было идеально два чемодана. Два чемодана, учитывая, что у нас дети, это прям идеально. Когда мы переезжали с Анталии в Аланию, у нас немножко поприбавилось вещей. Потом, когда мы переезжали из Азура сюда в ЖК Маймарин, было еще больше вещей. Плюс было много продуктов. Сейчас, я надеюсь, не будет. Но учитывая, что мы сколько раз даже с ним, быстро не посчитаю, ходили шопиться, у нас вещей прибавилось. Но у нас много места в желтом чемодане занимала зимняя одежда. То бишь, это курки, вот куртки надутые, которые мы везли, собственно, для Кападогии, куда мы не смогли поехать. Сейчас мы полетим в этих куртках, мы возьмем их с собой, чтобы в Москве уже непосредственно нам было тепло. И, возможно, мы поместимся в два чемодана, чуть позже узнаем вместе. Хочу вам немножко показать. Смотрите, вот наши два чемодана. Они сейчас уже максимально заполнены, но у нас еще полно вещей, которые в стирке и сушатся. И мы так подумали, что нужно все-таки делать третий чемодан, просто поменьше их загружать, потому что они даже тяжелые. Мы, боюсь, не пройдем в 20 килограмм, и в аэропорте просто начнется суета. Поэтому лучше три. Один, наверное, понесут пацаны, и два чемодана понесу я. Решили третий чемодан использовать, он у нас уже упакованный. Посылку получил, билеты купили. Что мы еще не сделали-то, я уже что-то забыл, пока пишу. Поели на море, сходили. Да, поели на море, под конец, как говорится, шамухи, поели местный. И сейчас самое основное, а, трансфер заказал, все уже забронировал. И сейчас нужно забронировать жилье в Анталии, недалеко от аэропорта. Да, мы думали остановиться у того чувака, где мы жили, вот. Но я ему написал, он зарядил цену в 500 лир в сутки. Но это, конечно, много, поэтому идем на РНБ. Я здесь уже смотрел и нашел в самом центре Анталии квартира целиком. Один плюс один. Ну, не знаю, как там что. За ночь она нам обойдется 1192 рубля. Это центр, переедем, погуляем, поужинам, ляжем спать и с утра встанем и в аэропорт. А на ужин у нас сегодня овощное рагу, или, как говорит Артем, жижа. Правда, в этот раз действительно будет жижа, потому что я закинул первым делом картошку, и она превратилась уже в пюре. И получается, что это овощное пюре. Вот такая красота у нас получилась. Будем садиться кушать. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Вопросы всегда пишите в комментариях. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!